Издательство Эксмо. Нелли Хейл. Царица ночи. Давным-давно. Из-за плотных белых облаков выглянуло весеннее солнце. Словно ему, как и другим жителям деревни, не терпелось услышать новости. Несмотря на теплый ветер со стороны реки, Фая ежилась, крепче прижимая к груди платок. Ее глаза не отрывались от дальнего конца пыльной дороги, по которой утром мужчины ушли на совет. Всего несколько часов назад гонец принес весть, что к границе княжества, на которой и располагалась деревня, приближалось войско кочевников, известных своей невиданной жестокостью и свирепостью в битвах. Прошло несколько лет с тех пор, как воинам Древней Руси приходилось отражать их атаки, и до сих пор они не решались двигаться на север. Мальчишки, пытавшиеся подслушать, вернулись домой понурые, потирая ушибленные затылки. Фая очень жалела, что волшебные зеркальца из бабушкиных сказок, позволяющие героям общаться даже в разлуке, не существовали на самом деле. Она бы многое отдала, чтобы узнать, что сейчас делает один юноша. Но даже бабушке нагадание сейчас было бессильно. Как ни спроси, битва грядет страшная. Задумчиво ворчала Марфа, перемешивая на столе кусочки костей с вырезанными на них символами. «Вижу, что исход решит поединок. Смерть готова к встрече. А больше и ничего. Руны больше не хотят говорить. Попробую еще раз позже». Но и позже их ответ не изменился. Игнорируя расспросы и мольбы внучки, Марфа спрятала кости в мешочек, а его завязала за пояс. С тех пор желание Фаи стащить его и выбросить в реку, лишь усилилась. «Работать на сегодня закончила?» — окликнула ее Марфа, выйдя на крыльцо. «Али курятник сам себя подмел. От того, что ты стоишь у забора, как вкопанное, время не побежит быстрее. Фаина, ты слышишь меня?» — сказала она уже настойчивее, не получив ответа. В своей ворчливой манере бабушка пыталась отвлечь Фаю от тревоги. Но заниматься привычной делами не поднимались руки. Сердце то принималось стучать так, что было тяжело дышать, то замедлялось в страхе перед неизвестностью. Пока она снова не увидит Матвея, вся деревня могла погрязнуть в перьях и помете. Прикусив язык, чтобы не сказать этого вслух, Фая вздохнула и направилась к курятнику, завязывая платок узлом на груди. Марфа тем временем вернулась в избу, насупив брови и чувствуя, как горят на поясе роны. Со дна большого сундука, где хранили чистое белье, она вытащила другой поменьше и поставила его на лавку. Она была не в силах сдержать дрожь, когда сняла с шеи ключ и вставила его в замок. И пальцы свободной руки сами потянулись к потускневшей от времени луннице на шее. Лунница — металлическое украшение в виде полумесяца. От отца волхва ей достались пожелтевшие гадательные кости, никогда не утаивавшие правду, и несколько драгоценных свитков бересты с молитвами, описаниями целебных трав и ритуалов, а также историями о богах и чудесах, которые те творили для смертных. Один из них не видала ни одна живая душа, кроме нее, и обращаться к нему наказали только в тот момент, когда другого пути к спасению от беды не оставалось. И Марфа понимала, что время пришло. Еще никогда она не испытывала столь ужасного чувства беспомощности, как сегодня во время гадания. Тревога, страх и гнев, стоявшие рядом Фаины, передались и ей. И когда после нескольких бесплодных попыток она получила ответ, то сразу заговорила вслух, не желая медлить. И самое страшное было произнесено и услышано. За долгую жизнь в деревне Марфе пришлось пройти и через засухи, и неурожаи, и нападения соседних поселений, с которыми теперь был заключен мир. Ей случалось получать от рун ответы, которых она совсем не желала. Но могла ли она представить, что Фаина, которой до сих пор не сулили ничего, кроме счастья, вместе с ними была обречена на столь страшное будущее. Словно сами боги не сразу смогли увидеть ее судьбу, а после ужаснулись. То, что предначертано, было сложно изменить, но она все же хотела попытаться. Самый маленький хрупкий свиток, перевязанный веревкой с крепким узлом еще до рождения Марфы, всегда был холоднее льда. Однако сейчас узел был развязан. Словно написанное внутри само желало быть прочитанным. Ей потребовалось совсем немного времени, чтобы разобраться в старых молитвах, и тогда, попросив прощения у отца, она встала и проковыляла к печи. Золу выгребли еще вчера, чтобы они с Фаей могли помыться. Но на глине все равно оставались черные следы копоти. Береста на их фоне выглядела белой, как снег. Не отрывая глаз от свитка, Марфа прочитала несколько многословных молитв, обращенных к Богу Перуну, сильнейшему из всех, покровителю жизни в подлунном мире. Облегчением ей служила мысль, что она ни разу не оскорбила его непочтительностью или грубостью, как и оказавшаяся под ее опекой девочка. Марфа не была Фаине родней по крови, но по-своему дорожила ею и не могла обречь на вечные муки. Закончив молитву, она окружила бересту стебельками полыни и боярышника, не без радости вспомнив, что темные силы не переносят их запаха, и подожгла. Вспыхнувшие рыжим языки пламени тут же окрасились в кроваво-красный, и пожираемый ими свиток почернел и съежился. «И пусть мое дитя получит все, чего заслуживает», — подумала напоследок Марфа. Пламя на мгновение вспыхнуло, словно в ответ, и погасло, не оставив даже искры. Береста с описанием древнего ритуала рассыпалась черной блестящей пылью, при виде которой с плеч Марфы словно сняли тяжелую ношу. Она сгребла пепел в мешок, добавила туда сухого чертополоха и поспешила наружу закопать его укорение в березы и молить светлые силы, которые та олицетворяла, о спасении для них всех. Когда Марфа закрывала дверь, в сени незаметно проник сквозняк. Бесшумный, словно ядовитая змея, он коснулся маленького сундука, который она оставила незапертым, и проник в замочную скважину. Изнутри раздался шорох. Словно кто-то невидимый развернул свитки или положил новый. Ближе к вечеру по деревне пронесся слух. Кочевники окажутся здесь утром через три дня. Слишком скоро, чтобы на выручку поспела княжеская дружина. Зато соседние поселения обещали помощь. Возглавит оборону старый воевода Борис Рокотов. А если силы окажутся равны и перед битвой будет решено устроить поединок, все его племянники вызовутся добровольцами. Последнее известие ни для кого не стало неожиданностью. Но в глазах Фаи на мгновение потемнело, и она крепче сжала в кулаке кончики платка, не обращая внимания на царапавшую кожу жесткую шерсть. Отдать жизнь в битве, чтобы защитить свою землю и семью, всегда считалось в этих землях почетным, как и совершение боевых подвигов во имя богов, что сотворили для людей целый мир столетия назад и продолжали управлять им до сих пор, милостиво принимая подношение в свою честь. О величии жертв во имя победы с именем Перуна на устах слагали песни и легенды, место которым было накапище и во время боевых ритуалов. Но все это вовсе не значило, что отпускать мужчин на войну было легко. Матвей пришел, когда переполошенные жители разошлись по домам. По отцовской линии он и наследовал высокий рост и крепкие плечи, от матери карие глаза, под свету напоминавшие мед. В его густых темных волосах удивительно хорошо смотрелись луговые незабудки, но об этом не было известно ни одной живой душе, кроме него и Фаи. Она взяла его за руку и повела к их излюбленному месту. Мимо ромашек, лилий саранок и васильков, к заменяющему скамейку стволу дерева у зарослей шиповника. Они были достаточно густые, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Фая ухаживала за садом сама и очень им гордилась. Матвей усадил девушку рядом с собой и поцеловал в лоб, перебирая пальцами каштановые пряди толстой косы. Фая опустила голову ему на плечо и прикрыла глаза, хотя бы на несколько мгновений позволив себе спрятаться от остального мира, желающего забрать его у нее. «Я посвящу победу тебе, душа моя», — сказал Матвей с улыбкой. Его голос был низким, как у дяди. «Ходили легенды, что прозвища Рокотов и их предкам дали как раз из-за него. Заявлю об этом во всеуслышание. Глядишь, и братья на радостях найдут себе невест, и сразу сыграем свадьбу». «Жаль, что они не сделали этого раньше», — прошептала Фая, не открывая глаз. Его слова были прекрасны, и не было ничего хуже, чем думать о том, что они никогда не станут явью. Братьев у него было два, и, будучи младшим, Матвей не мог объявить о помолвке раньше них. Судя по тому, как смотрела на Фаю его родня, они надеялись, что однажды он передумает и выберет более подходящую невесту. Рокотовы жили в соседней деревне, но после пожара этой весной, который оставил их без дома, и главы семьи, все перебрались к Борису. У того имелись большая изба и просторный двор, где держали коров, стадо овец и десяток свиней. У Фаи же не было ни отца, ни матери, которые оставили бы преданное, а Марфа жила скромно. Мяса, молока и шерсти у них никогда не бывало слишком много. Была еще одна причина, почему семья Матвея не проявляла к их союзу благосклонности. Бездетной Фаи минуло восемнадцать, и она пересекла опасную черту, после которой девушка теряла надежду выйти замуж, уступая более юным невестам. В детстве Марфа нагадала ей обрести великое невероятное счастье, но годы шли, а Фаи оставалась одинока. Было очевидно, что боги сыграли с ней злую шутку. Горечь, которую она чувствовала поначалу, со временем исчезла, оставив после себя смирение. Ее бабушка была одинока и являлась живым доказательством того, что, вопреки всем унизительным прозвищам и пословицам, жизнь без брака могла быть вполне сносной, если не лениться и правильно вести хозяйство. По крайней мере, Фае не было уготовано жить с уродливым стариком или любителем поколачивать жен. Под строгим надзором Марфы она научилась всему, что должна была знать женщина, не имея поддержки мужа, и в ее речах не было робости, которую могли ожидать от сироты суровые свахи и сватьи. Дважды переговоры о помолвке закончились ничем. Получившие отказ юноши в один миг забыли о ее существовании и быстро нашли себе других жен, одна из которых уже была беременна. Вот же гордячка! А ведь была бы не дурна, шептались старухи, имея в виду румянец и зеленые глаза девушки, если бы пополнела и избавилась от веснушек на лице. Их не могла вывести даже сильнодействующая мазь из сорочих яиц. То была верная примета, что совесть у нее нечиста, а в душе есть место недоброму лукавству. Однако 19-летний юноша из семейства Рокотовых в такие вещи явно не верил. Батюшка, как-то раз обронил он, встречал в своих путешествиях много хороших людей, которые делили с ним пищу и кров и ни разу не пытались обокрасть. У некоторых были веснушки, нельзя по ним судить о душе человека. Матвей провел костяшками пальцев по шее Фаи над воротом рубахи, заставляя затаить дыхание. Никому в деревне не удавалось победить его в кулачных боях, но, касаясь ее, он всегда был васков. Рассказы других девушек нередко изобиловали грубыми подробностями близости с мужчинами. Ее собственный краткий опыт оказался не менее болезненным, и Фаи была счастлива узнать, что бывает и по-другому. Обещание большего в его глазах и поцелуях делало ожидание свадьбы более сносным. «Не все такие счастливчики, как я. Я понял, что принадлежу тебе в тот же миг, как впервые увидел». «И ушел, ничего не сказав», — пожурила она его в который раз за последние месяцы. «Ты спросила бы, отчего я стою и смотрю, как ты танцуешь, а я бы и не вымолвил ни слова. Никогда такого не бывало, что я не мог разгадать собственное сердце. А оно уже было в твоих руках». Его обычно спокойный голос дрогнул. «В ночь Ивана Купалы я уже знал, что ты станешь моей женой. Единственной женой. Других мне не надо. Как же ты была красива в лунном свете». Фая крепко зажмурилась, не позволяя себе заглянуть ему в глаза. «Обычно они говорили куда красноречивее слов, и тогда она бы точно не сдержала слез. Только он звал ее неполным именем, и оно всегда звучало ласково, заменяя собой все нежные слова. «Знаешь, я ведь сегодня видел сон». «Какой же? Хороший?» — с надеждой спросила она. «Конечно. Там была ты. И дом, в котором мы будем жить». Отец Матвея был купцом, и в детстве много рассказывал ему о диковинных орнаментах, которые ему удалось увидеть в дальних землях. Он был уверен, что сможет повторить их собственными руками, хотя порой невообразимые по красоте описания напоминали Фае сказки. Думал Матвей и о том, что однажды сам станет купцом. А поскольку расставаться с женой он не имел ни малейшего желания, то они уедут из деревни вместе, вот же неслыханно, и отправятся в путешествие. За море, где есть роскошные дворцы, чьи крыши касаются облаков, и сады прекраснее, чем в любых легендах. Оттуда они привезут мягкие перины, шелк и фруктовые деревья, и цветы для сада Фаи. Их жилище будет самым красивым во всей деревне. Место на дворе Рокотовых, где к избе могла быть пристроена клеть для молодой семьи, будущий муж уже присмотрел. Клеть. В древности отдельная пристройка к избе, где обычно селились новые члены семьи. Фая знала, что последует за Матвеем куда угодно. Ее счастье было заключено в нем одном, и неважно, где они окажутся. Сейчас она была готова пожертвовать всеми дворцами на свете, лишь бы приближающиеся кочевники рассыпались в прах. — Уж лучше бы сегодняшний день был сном, — глухо ответила она. — Матвей, правда ли, что сказывают, что они рубят врагам головы, а потом пируют их останками, что вороны, и делают себе из костей княжеские венцы, сжигают дома и поля на потеху своим проклятым черным богам. Матвей отпустил ее волосы и взял за руку, поглаживая маленькую ладонь. — Не смешивай сказки, Яфь, — уклончиво ответил он. — Я тоже целюсь в голову, ибо тогда смерть наступает наверняка. Мой дядя уже сражался с ними раньше и знает, чего ждать. Они еще пожалеют, что решили напасть на нас. Фая вспомнила, что сказали бабушке сегодня руны, и по ее телу пробежала дрожь. — Ты можешь выйти на поединок, что означило страшную смерть в случае его поражения и почти наверняка в случае победы. Он должен был продолжать битву ослабевшим. — Да, коли так укажет жеребий, но не забывай, я учился драться на мечах с семи лет. Его голос был совершенно спокоен, будто Матвей не чувствовал страха. Но по едва заметной дрожи в пальцах, по тому, как он прижал ее к себе еще крепче, Фая понимала, чего он боится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова